МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире твои новости. Здравствуйте. В студии Марина Юрченко. И в начале выпуска мои коллеги с кратким обзором новостей. Инспектор Ространснадзора вымогал взятки. Следствие выявило 5 эпизодов преступления. Что грозит чиновникам, узнала Ирина Чупина. Кубань против рака. Недели мужского и женского здоровья пройдут в Армавирской городской больнице. Об этом Юлия Чернышева. Стали известны итоги краевых соревнований по дзюдо для армавирских спортсменов. Новые факты получения взяток сотрудникам Ространснадзора выявлены в Армавире. В ходе следствия правоохранители обнаружили еще 4 факта незаконного получения денежных средств чиновникам, помимо случая, о котором было заявлено в сентябре 2016-го. Ирина Чупина продолжит. В сентябре минувшего года было заявлено о сумме взятки, полученной сотрудникам транспортной компании, в размере 100 тысяч рублей. Впоследствии были выявлены новые факты. И к настоящему моменту известно, что общая сумма полученных чиновникам денежных средств превысила 500 тысяч рублей. Изначально уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 290-й. В настоящее время также возбуждено еще 4 эпизода получения взяток, которые были выявлены в ходе следствия, а также в ходе проведения оперативно-рассных мероприятий. В настоящее время данные государственного инспектора обвиняются в совершении 5 коррупционных преступлений, каждое из которых относится к категории тяжких преступлений. Сотрудник Ространснадзора задержан по обвинению в совершении данных деяний. Перед Армагирским городским судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится фоноскопическая экспертиза, также проводится химическая экспертиза. В настоящее время продолжается проведение оперативно-рассных мероприятий и следственные действия проводятся направлены на выявление и установление новых фактов совершения данных лицом коррупционных преступлений. Преступления, в совершении которых обвиняется сотрудник Ространснадзора, предусматривают наказание сроком до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки, сообщили в Следственном комитете города. Ирина Чупина, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. Каждый горожанин в течение года сможет выразить свое мнение и отношение к происходящим в Армавире событиям. На официальном сайте администрации города www.armavir.ru в разделе «Интернет-приемная опрос населения» размещен модуль опросника. Какова организация транспортного обслуживания, характеристика качества дорог, вода и газоснабжения? Теперь каждый армавирец может дать свою оценку уровню работы и деятельности этих и других сфер обслуживания. Для этого нужно принять участие в интернет-голосовании и оценить эффективность деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий, а также учреждений, акционерных обществ, контрольный пакет акций, которых находится в собственности края или в муниципальной собственности, проводит данный опрос Департамент внутренней политики администрации региона. 2 февраля в 11.00 в Армавире зазвучат сирены. В городе проверят работоспособность регионально автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Проверка будет точечной и пройдет по двум адресам. По улице 30 лет Победы 110 и Лавриненко 1. Граждан просят сохранять спокойствие. Справки можно получить по телефону 320.00 и 373.14. Еще один кабинет врача общей практики появился в Новокубанском районе. Жители хутора Ляпина это событие ждали с нетерпением. На торжественном мероприятии в честь открытия ВОПа побывал Роман Габарец. В хуторе Ляпина открыт новый офис врача общей практики. Жители от мала до велика пришли на праздник по этому случаю. Медицинское учреждение появилось здесь благодаря стараниям местной власти и при поддержке губернатора Краснодарского края. Глава Новокубанского района Александр Гомодин пояснил, средства на строительство офиса врача общей практики были выделены из бюджета Кубани, а строительство наружных инженерных сетей профинансировал муниципалитет. Общая сумма составила более 10 миллионов рублей. Этот объект медицинский по последнему слову медицинской техники оборудован. Сейчас вы сегодня уже можете сами в этом лично убедиться. Я хочу всех вас поздравить. Хочу пожелать, конечно, чтобы вы не болели ни в коем случае, но если какая-то хворь и придет, то здесь вы знаете, всегда вы придете, и у вас качественно, хорошо и в хороших условиях отслужат наши врачи. Я искренне вас поздравляю с сегодняшним этим приобретением. Действительно, большое спасибо и Кондратьеву Венемину Ивановичу, и Кепелу Владимировичу, всем депутатам законодательных собраний, почему бы можно. Все эти вот красоты проходят через депутатов законодательных собраний. Вопрос качества медицинского обслуживания на особым контроле у губернатора Кубани. Отрадно отметить, что это уже четвертый ВОП в Новокубанском районе, построенный по программе модернизации здравоохранения. Качественная и доступная медицинская помощь на Кубани идет в каждый дом. Самое ценное, что есть в нашем государстве, это наши люди. И самое дорогое, что у людей есть, это здоровье. И хорошо, что сегодня не только краевые центры, федеральные столицы оснащаются здравоохранительными учреждениями, но эта цепочка дошла уже до хуторов, до поселений. Здание офиса врача общей практики построено с нуля. При проектировании были учтены пожелания жителей хутора. Размещение аптечного пункта в новом здании тому подтверждение. Теперь здесь появится и аптека. Прием будет вести квалифицированный врач-терапевт. Я думаю, это историческое событие, да, то, что сегодня у нас в нашем поселении открылось такое замечательное здание. Мы с вами долго ждали этого, долго дискуссировали, рассказывали, где лучше, как лучше. Но, тем не менее, здание построили. Сейчас вы пройдете, все оцените, посмотрите. Наконец-то жители Ляпинского сельского поселения смогут, не приезжая в центральную районную больницу, пройти назначенные врачом процедуры, сделать перевязку, посетить прививочный кабинет, дневной стационар. Это очень важно для жителей отделенных хуторов. Даже капельницы теперь можно поставить недалеко от дома, не выбираясь в новокубанскую поликлинику. Роман Габарец из хутора Ляпина, служба новостей Армавира. Кубань против рака. В рамках этой краевоакции в Армавире в феврале-марте 2017 года пройдут недели мужского и женского здоровья. Попасть на прием к онкологам в это время можно будет в поликлинике по месту жительства или в ближайшем онкологическом диспансере. Бесплатно и без направления. Подробнее Юлия Чернышева. Первыми на прием к врачу пойдут мужчины. С 4 по 17 февраля их ожидают во всех поликлиниках Армавира и онкологическом диспансере. Обследование будут проводить квалифицированные специалисты-онкоурологи, онкопрактологи и дермотоонкологи. В категории риска находятся мужчины старше 50 лет. Им специалисты настойчиво рекомендуют принять участие в краевой акции «Кубань против рака». Это позволит выявить наличие онкологии на ранней стаде, своевременно начать лечение и избежать тяжелых последствий. Так, в этот период будет увеличено количество кабинетов в поликлинике для осмотра мужчин старше 50 лет и старше. Именно эта группа риска по раннему выявлению заболеваний. И женщины. Будет также увеличено время работы маммографических кабинетов. Женщины будут проходить осмотры 40 лет и старше. Недели женского здоровья в рамках краевого профпроекта «Кубань против рака» намечены в городских поликлиниках и онкологическом диспансере с 18 февраля по 7 марта. На обследование приглашаются женщины от 40 до 60 лет. Консультативный прием будут вести врачи-мамологи. Подобные акции здоровья уже спасли десятки жизней. Юлия Чернышова, Александр Жирелеев, служба новостей «Эрмавира». В следующем материале расскажем, какие изменения ожидают армавирцев, как, впрочем, и всех россиян, уже в феврале. С начала месяца будут увеличены все виды пенсии. Помимо этого возрастут и все социальные выплаты. Изменения коснутся и вопросов приватизации, а также получения паспортов. Обо всем по порядку Анна Мельченко. С начала месяца будут увеличены все виды пенсии. По старости, по утере кормильца, по инвалидности, неработающим пенсионерам и так далее. Пенсии проиндексируют на 5,4%, то есть на размер инфляции 2016 года. Помимо этого будут увеличены все социальные выплаты. Это касается, например, пособий инвалидам, выплат ветеранам бойн, а также единовременных пособий при рождении детей, ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет, единовременных пособий женщинам, ставшим на учет в ранние сроки беременности. Однако при этом размер материнского капитала останется прежним – 453 026 рублей до 2020 года. С 1 февраля приватизация квартир станет платной. Последней датой заключения договора о бесплатной приватизации жилья является 28 февраля текущего года. Однако тех, кто занимается приватизацией земли, закон не коснется. Документ распространяется на квартиры, жилые дома и комнаты. Паспорта и водительские права теперь можно будет получить гораздо проще. С 1 февраля во всех многофункциональных центрах можно будет получить российские и заграничные паспорта. А автолюбители смогут там же обменять водительские права. Анна Мельченко, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. В Армавире подвели итоги краевых соревнований по дзюдо. Участие в них приняли спортсмены из 26 муниципальных образований Кубани. Всего 424 человека. Армавирцы показали достойные результаты. Так, в общекомандном зачете среди юниоров наши земляки на четвертом месте. В личном золото у Артура Горебяна, бронза у Артуша Хачатуряна. Среди девушек в призерах оказалась Виктория Жванко. У дзюдоистки бронзовая награда. Это была последняя информация выпуска. Далее метеопрогноз на ближайшие сутки. В студии с новостями была Марина Юрченко. Удачи и до скорой встречи. Имидж ведущей – бутик женской и мужской одежды «Аделина». Город Армавир, улица Мира, 26.